МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на восьмом, а это значит в ближайшие полчаса все о главных событиях из жизни Владивостока. Меня зовут Максим Дудников, и вот что произошло в нашем городе к этому часу. Почти два года назад был арестован бывший глава Владивостока Игорь Пушкарев. В студии радио Лемма политические обозреватели высказывали свои теории, возможные предпосылки и прогнозы в отношении данного дела. Прошло, пройдет, будет ровно два года, как с нами нет Игоря Сергеевича Пушкарева, его брата Андрея и сотрудника администрации Андрея Лушникова. Это дело очень любопытное, это очень дело примечательное, оно непростое. Я хочу сегодня обсудить, стало ли оно яснее для нас. Выпускников школ началась с дачи ЕГЭ. В Краевом центре действует 18 специально оборудованных пунктов. Так как я еще не определился до конца с выбором факультета, возможно, я пойду на логиста, и там для поступления нужна будет география, поэтому я выбрал именно ее. Жители Владивостока вызвали друг друга на стрелку. Популярный проект уличных боев, в данном случае на песке, приехал в Приморскую столицу и собрал немало участников. Также в выпуске акция по очистке водоемов пройдет во Владивостоке. И еще расскажем, в Приморской столице в минувшие выходные была посажена Аллея Милосердия. Но об этом немного позже, а сейчас о главном. На следующей неделе, 7 июня, в полдень по московскому времени, состоится прямая линия с Владимиром Путиным, в ходе которой глава государства ответит на вопросы, которые интересуют граждан. Задать свой вопрос можно, позвонив по телефону, отправив СМС или ММС сообщения, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение. Обращения принимаются также от пользователей социальных сетей ВКонтакте и Одноклассники, где можно отправить текстовый вопрос или обратиться к президенту, записав видеоролик. Вопросы принимаются, начиная с 8 часов утра по московскому времени 27 мая и вплоть до окончания программы 7 июня. Наиболее интересные и актуальные из них будут заданы президенту в ходе прямого эфира. Дело Игоря Пушкарева предлагают рассмотреть без свидетелей. Бывший глава Владивостока опубликовал пост у себя на страничке в социальной сети, в котором рассказал, что происходит в настоящий момент. Процесс идёт. На прошлом заседании обвинение выступило с ходатайством об оглашении показаний ряда свидетелей. То есть было предложено провести суд без реального допроса свидетелей. В принципе, это укладывается в канву нашего дела. Надуманные обвинения, незаконный арест, перенос суда за 10 тысяч километров от Владивостока. Теперь предлагают рассмотреть дело без допроса свидетелей. Осталось без нашего участия нас приговорить. Защита теперь также имеет право озвучивать свои замечания не во время зачитывания документов дела обвинением, а в начале каждого последующего заседания. Короче, процесс идёт, но уже не состязательный, а более похожий на инквизиционный, написал Игорь Пушкарёв. Предстающую пятницу исполнится ровно два года. Как по одному из самых спорных судебных процессов, был арестован, а после отправлен в Москву бывший глава Владивостока Игорь Пушкарёв. Свои теории, возможные предпосылки и прогнозы сегодня выдавал известный приморский журналист Андрей Калачинский в эфире Радио Лема вместе с приглашёнными экспертами. О том, какое влияние на Владивосток и его жители оказали события двухлетней давности, а именно отстранение бывшего главы приморской столицы Игоря Пушкарёва, в эфире Радио Лема обсудили Андрей Калачинский и ведущие политические обозреватели. Напомним, что арест экс-мэра произошёл 1 июня 2016 года. В своей программе журналисты и его собеседники говорили о возможных причинах отстранения опального политика. Сейчас спроси вас, разбуди вас ночью и спроси, за что арестовали Игоря Сергеевича Пушкарёва, его брата и сотрудника Андрея Ложникова? За что? Говорят простыми словами. Искушённый в знании властных структур, в политике и экономике, главный редактор «Золотого рога» и так уж вышла однофамилия с бывшего главы, Андрей Пушкарёв попытался обобщить все известные теории, слухи и факты вокруг громкого ареста. Ну, опять же, придерживаясь официальной версии, это какая-то коррупция, коррупционная составляющая. Есть версия, которая касается бизнеса семьи Пушкарёвых, есть версия, которая касается борьбы за власть в Приморском крае. Так, да. Ну, соответственно, есть версии, связанные каким-то, может быть, личностными мотивами, что-то кого-то недолюбил. В ходе эфира Андрей Калачинский узнал еще одну версию ареста и последующего жесткого этапирования экс-мэра в Москву от другого, не менее матерого журналиста. Олег Жунусов, в свою очередь, попытался дать глобальную оценку ситуации. Если посмотреть на политическую ситуацию в крае при Миклушевском, то можно было увидеть, что те главы крупных городов, которыми был недоволен Миклушевский, с которыми не сумел выстрелить отношения, которые хотел сминить, они все попали под уголовные дела. Вернувшись в политическое прошлое Приморья, эксперты в студии «Радио Лема» вспомнили заслуги Игоря Сергеевича, отзывы о нем коллег из мэрии, что идет вразрез с обвинением о превышении должностных полномочий и грабительском отношении к городскому бюджету. Журналисты, повидавшие ни одного мэра, высказались однозначно. Зная Игоря Сергеевича, ты понимаешь, что Владивосток для него был домом родным, и он, наоборот, свою семью заставлял работать на Владивосток. Подводя итог разговора, Андрей Калачинский дал и личную оценку самому резонансному процессу в истории города Владивостока. Я, честно говоря, тоже не на стороне обвинений. Мне тоже это дело кажется чрезвычайно сшитыми белыми нитками. И это хорошо видно на том примере, насколько оно срежиссировано. Олег Завьялов, Евгений Черемыхин, Дмитрий Сухоруков, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. К другим темам. В предстоящий четверг в Приморье существенно потеплеет. 31 мая в континентальной части края воздух местами прогреется до плюс 30 градусов, на побережье тоже потеплеет до 23. В течение ближайших дней в крае пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Летняя жаркая погода установится 1 июня, в День защиты детей. Температура воздуха днем составит плюс 26, плюс 32 градуса. В прибрежных районах до плюс 27. К слову, синоптики метеорологического центра ФОБОС также представили прогноз погоды в Приморской столице на весь июнь. Жители Владивостока ждут как небольшие, так и умеренные дожди. Стоит отметить, что прогнозы звучат неутешительные. Из доступных на данный момент данных по погоде до 26 июня становится ясно, что только 4 дня ожидаются солнечными и сухими. В остальные 22 дня прогнозируют осадки разной степени интенсивности. Дневная температура воздуха, скорее всего, установится на уровне привычных для этого месяца значений от 16 до 22 градусов тепла. Неопознанный объект в Приморском небе зафиксировали видеорегистраторы автолюбителей в минувшую пятницу примерно в 20 часов 30 минут по местному времени. Падающий объект был виден в Черниговском районе, Уссурийске, Сибирцево, Артеме и Находке. У объекта четко наблюдался светящийся хвост. Очевидцы отмечают, что метеорит сгорел где-то над Лазовским или Ольгинским районом, не долетев до Земли. Кстати, для Приморского края появление метеорита не является сюрпризом. Это случалось уже дважды. Сихото-Алинский метеорит, который является одним из самых больших в мировой истории, упал в Приморской тайге 12 февраля 1947 года. А до этого в 1916 году в районе села Богуславка пограничного района случилось падение другого небесного тела. Тогда до Земли долетели 256 килограммов космического железа. Кто-то смотрит в небо, ну а кому-то важнее земное. А вернее земля для посадок, с которой надеются снять урожай. Члены садоводческого товарищества на острове Русском, похоже, остаются ни с чем. Их дачные домики признаны самостроем. Землю под участки Министерства обороны много лет назад представило дачникам на правах аренды под огороды. Возводить постройки на ней было запрещено. Поэтому, как только территория перешла в ведение городских властей, встал вопрос о законности ее использования. Жители Поспелого просят оставить им их участки. За помощью они обратились в том числе и к журналистам Восьмого канала. В небольшом летнем домике Лилии Трениной ни электричество, ни отопление. Лилия бывает здесь только во время дачного сезона по выходным. За 30 с лишним лет обзавелась небольшим огородом и теплицей. Да еще посадила на участки кедры. Их пенсионерке жалко больше всего. Вот за эти годы, какие выросли, ждем, что они, может быть, даже урожай у нас принесут. И очень жалко вот это вот все пускать под бульдозер. Дача Лилии в садовом товариществе Поспелого на острове Русский. В ближайшее время ей и еще сотни семей придется освободить участки по требованию администрации Владивостока. Чиновники недавно объявили, что и само садоводческое товарищество, и все постройки на его территории незаконны. А власти говорят, что вас вообще здесь не должно было быть. Как? Какие? Тут даже домов не должно было быть. А какие участки, когда здесь рекреационная зона? Все члены товарищества Поспелого получили свои наделы на правах аренды от Министерства обороны. Выдавалась земля, начиная с 50-х годов прошлого века. Исключительно под огороды. Ничего, кроме теплиц, строить здесь было нельзя. Но люди постепенно обжились, построили дачные, а кто и капитальные дома в надежде на то, что со временем участки можно будет приватизировать. Семья Хрусталевых вложила в строительство своего дома больше 2 миллионов рублей. Его власти Владивостока тоже обещают пустить под бульдозер. Хочется здесь жить, расти детей. И если это потеряем, то останется без ничего. В 2012-м земля садового товарищества перешла в ведение администрации Владивостока. Теперь это зона общественно-жилого назначения, предназначенная для строительства многоэтажных домов, административных зданий, школ и детсадов. А разбивать огороды и возводить дачи нельзя. Арбитражный суд против администрации жителей Поспелого проиграли, после чего попросили помощи в региональной общественной палате. Общественники предложили главе Приморья пересмотреть утвержденный генплан Владивостока этого года и изменить статус земли в товариществе Поспелого. Арендаторы участков надеются, что пока власти думают, они успеют провести на своих дачах хотя бы еще одно лето. А там, возможно, снос их домов отменится совсем. Максим Яковлев, Новости на Восьмом. А тем временем семейный наркобизнес прикрыт в городе Артем. Задержание подозреваемых проходило при силовой поддержке отряда специального назначения Управления по контролю за оборотом наркотиков «Гром». Как выяснилось, у задержанных уже имеются судимости. На протяжении нескольких месяцев полицейские осуществляли документирование противоправной деятельности целой семьи. На данный момент возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производства и сбыт наркотических средств в крупном размере». Наркотические средства каннабисного ряда, кашишное масло, расфасованное для последующего сбыта, а также смесь масла каннабиса с табаком, изъяты по адресам проживания фигурантов уголовного дела. Стоит отметить, что подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Все они уже имеют судимости, в том числе за участие в незаконном наркообороте, за хранение и сбыт наркотиков. В отношении троих членов группы избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Четвертый фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой У выпускников школ началась сдача ЕГЭ. В Приморской столице в минувшие выходные была посажена Аллея Милосердия. Международная выставка ЮНЕСКО «Дети мира» открылась во Владивостоке. Травмы и ушибы всегда возникают внезапно. Они резко меняют наши планы. Травмпункт медицинского центра САНОС – это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложные диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра САНОС. Мы заботимся о вашем здоровье. Меня зовут Максим Дудников и мы продолжаем. У выпускников школ началась сдача ЕГЭ. В Приморской столице в минувшие выходные была посажена Аллея Милосердия. Международная выставка ЮНЕСКО «Дети мира» открылась во Владивостоке. У выпускников наступил знаменательный день – начало сдачи ЕГЭ. Стоит отметить, что для этой цели в краевом центре действует 18 пунктов сдачи. В аудиториях установлены камеры видеонаблюдения, а также обязательное наличие металлодетекторов на входе. К слову, кабинеты для сдачи ЕГЭ по английскому языку оборудованы специальными гарнитурами и средствами цифровой аудиозаписи. Напомним, что 11-классники будут сдавать два обязательных экзамена – по русскому языку и по математике. Еще 9 предметов предлагаются ребятам на выбор. Самый большой интерес у выпускников уже несколько лет подряд вызывает общество знания. Эту дисциплину выбрали 62% ребят. На втором месте среди предметов – физика, которую пожелали сдавать 29% 11-классников. На третьем месте – история. Ее выбрали 25% человек. На четвертом – английский язык. Самой невостребованной стала география. Отметим, что сегодня на ЕГЭ могут присутствовать представители средств массовой информации и аккредитованные общественные наблюдатели. Экзаменационную тему продолжит моя коллега Анна Бережная. Ученики 17-й школы волнуются. Переживаний добавляет и серьезная предэкзаменационная проверка. Рамки металлоискателей – никаких телефонов и прочих гаджетов. Одними из первых в стране ЕГЭ по географии и информатике начали писать школьники Владивостока. В школе по силам сдать ЕГЭ все задания составлены на основе школьной программы. Пронести с собой можно только паспорт, ручку, калькулятор и линейку, а также воду и шоколад. Во всех аудиториях, где проходит сдача ЕГЭ, установлены камеры видеонаблюдения. Ровно в 10 утра учителя вскрыли диск с заданиями. География, информатика – предметы, которые ребята сдают на выбор. Большинство школьников накануне экзамена активно тренировались на сайте Решу ЕГЭ. Экзамен по географии считается несложным. Чтобы ответить на все вопросы, у ребят было три часа. Первый экзамен написали более тысячи учеников. Большинство из них выбрали географию. ЕГЭ в этом году проходит в три этапа. Досрочный период госэкзамена завершился 11 апреля. Основной будет проходить по 2 июля. Дополнительно с 4 по 15 сентября. В общей сложности ЕГЭ в крае сдадут более 10 тысяч человек. Для этого организуют 86 пунктов проведения экзамена и аудитории во всех 34 муниципалитетах региона. Впереди у школьников два обязательных экзамена по русскому языку и математике. Анна Бережная, Евгений Апарин. Новости на Восьмом. Аллея Милосердия была посажена в прошедшие выходные на улице Постышево в Приморской столице. Организаторами акции выступили благотворительный фонд «Инсульту нет» и средняя школа номер 19 города Владивостока, которые также пригласили к участию всех желающих. Все, что было нужно, это прийти с растениями или инструментами, но, а главное, с желанием сделать город комфортнее. Проект, как рассказали организаторы, долгосрочный и подразумевает озеленение территорий учебных, лечебных и других социально значимых учреждений. В этот раз сиренью, барбарисом, шиповником и рододендроном озеленяли территорию школы. К слову, об этой доброй акции мы узнали из социальных сетей, а видео организаторы прислали нам на адрес нового сайта. Также напомним, что теперь на нашей страничке в YouTube можно смотреть прямую трансляцию эфира, а также отдельные программы и выпуски новостей. Важно и то, что отныне активные горожане и телезрители могут сами участвовать в построении контента. Нужно лишь снять интересное видео и прислать его на электронный адрес newssobaka8kanal.tv. Также туда можно отправлять предложения по приглашению гостей или съемки событий, которые вы бы хотели увидеть в эфире нашего канала. Международная выставка ЮНЕСКО «Дети мира» открылась во Владивостоке. Жители и гости приморской столицы смогут увидеть работы фотографов со всего мира в залах Владивостокского ГУМа. Владивосток стал первым городом, где экспонируются работы, победившие на международном конкурсе. Проект приурочен ко Дню защиты детей и проводится под эгидой Российского фонда мира и Россотрудничества. На открытии побывал и наш корреспондент Дмитрий Беломеснов. Неподдельные эмоции малышей, улыбающиеся лица подростков, дети всех рас и национальностей, зафиксированные в разные моменты жизни. Вот цель авторов. Удивительна коллекция тем, что гости оценивают фотографии детей, сделанные чилийцами в Азербайджане, к примеру, или жизнь юных индийцев, которых снимали фотолюбители из Германии. Мы едины, независимо от разных гражданств, от разных религий, от разных уровней образования, возраста и так далее. И конкурс обращен к будущему планеты Земля, подчеркиваю, планеты, не какой-то отдельной страны даже. Потому что те, кто изображен на этих снимках, это, в общем, те, кому сегодня 3, 5, 10, 15 лет. Это люди, которым мы передаем эстафету человечества всего. Конкурс «Дети мира» – масштабное творческое мероприятие. На адрес организаторов пришло более тысячи фотографий, из которых отобрали 400 лучших. Часть из них, а именно 40, представили жителям и гостям Владивостока. Идея понятна. Дети способны примирить страны, континенты и нивелировать агрессию у любого человека. Эти фотографии увидят в разных точках мира – жители Австралии, Америки и других континентов. У меня эти фотографии вызывают чувство постараться защитить детей от чего-либо. От голода, от холода, от каких-то там локальных конфликтов. Дети – это те люди, которые должны быть счастливы всегда. Политик, пропагандист выставки Андрей Климов сообщил, что в дальнейшем будут осуществляться и другие фотопроекты. Ведь посредством фотографии можно расширить народную дипломатию для укрепления мира, уважения и взаимопонимания между многонациональным российским населением и жителями других стран на всех континентах. Мы будем, конечно, менять каждый год тематические планы. Допустим, если этот год в рамках десятилетия детства идет под девизом «Дети мира», то следующий, который начнется как раз с октября после нашего отчета в ЮНЕСКО, он будет посвящен историко-культурному наследию человечества. Во Владивостоке выставка «Дети мира» пробыла три дня. Далее она отправилась в Европу. Сначала в Чехию, в Прагу, всего же посетит 30 городов. А главные события в рамках фотодиплома C-2018 будут проведены в Москве и Санкт-Петербурге. Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом. Акция по очистке водоемов пройдет в Приморской столице. Ее организует Тихоокеанское морское управление Росприроднадзора при поддержке администрации Владивостока. В этот раз очистят две территории – береговую часть в районе станции «Вторая речка» и устье реки Объяснение в месте впадения ее в бухту «Золотой рог». Сбор желающих принять участие в субботнике состоится 2 июня с 9 до 9.30 утра на набережной Цесаревича, либо в 10 утра на территории, где река Объяснение впадает в «Золотой рог». Собранный мусор будет вывезен на спецзавод номер один. Напомним, в прошлом году состоялось несколько морских субботников. Самые массовые из них – в первых числах июня, так как 3-го числа данного месяца отмечают Международный день очистки водоемов. В прошлом году дайверы взялись за очистку бухты Охлестышево на острове Русском. К слову, бухта оказалась достаточно чистой. Из крупных предметов достали только одну автомобильную покрышку и обломки деревьев. Ничего более опасного для отдыхающих дайверы не обнаружили. В море каждый из них провел от 10 до 20 минут, а одному водолазу повезло вдвойне. Удалось устроить даже слежку за осьминогом. Жители Владивостока вызвали друг друга на стрелку. Популярный проект уличных боев приехал в приморскую столицу и собрал несколько десятков участников. Под открытым небом на песке бойцы сражались по правилам ММА. Выйти в импровизированный ринг мог любой желающий. Подробнее об этом расскажет Максим Яковлев. Наверное, практически каждый во времена детства и юношества застал у себя во дворе так называемую стрелку. Плохая привычка вызывать друг друга на бой у подрастающего поколения остается актуальной до сих пор. И, к сожалению, остается едва ли не единственным способом выплеснуть свою агрессию. Ребята постарше тоже встречаются на стрелках, вот только уже на официальных. Такое название носят уличные бои, которые проводятся с недавнего времени по всей России. И позволяют любому желающему испробовать свои силы в схватке по правилам ММА. Уникальность его является в том, что проводится на песке, что уже осложняет само передвижение, борьбу в партере. Залеживаться так же долго не даем, как в профессиональном спорте, где в начале раунда могут обняться, лечь и до конца раунда что-то делать, проявляя активность. Выйти на импровизированный ринг под открытым небом может действительно каждый. Ты можешь прогуливаться по набережной и внезапно решить, как говорится, размять косточки. Все, что нужно, заполнить анкету и подождать, пока тебе найдут соперника твоей весовой категории. А дальше все в твоих руках. Выходи в квадрат в том, что есть и пытайся вывести соперника из строя. Во Владивостоке таких смельчаков оказалось немало. Не знаю, интерес есть. По детству занимался, адреналин горит к этому, поэтому решил поучаствовать. Бокс и кикбоксинг по году позанимался. Понял то, что хочется чего-то еще и пришел в ММА. Ну, ММА три года занимался. Знакомые выступают, очень было интересно. Когда-то давно занимался и все-таки это же спорт, в него тянет. Но выйти туда – это уже победа. В принципе, перед боем очень сильно волновался, переживал, потому что занимался в последний раз года четыре назад. Проект «Стрелка» появился около шести лет назад в Санкт-Петербурге. За это время уличными боями также успели заболеть несколько городов России. Для молодых парней это действительно интересный опыт, ведь здесь все равны. Бойцов даже не зовут по имени, а сходу придумывают клички по их роду деятельности. Слышно, как толпа скандирует что-то вроде «водитель», «студент» или «художник». Есть один парень, ему еще нет двадцати, у него так, ну, мягко говоря, нету полруки, но он хочет выступать. За это я его глубоко уважаю, за его храбрость, потому что, ну, не каждый сможет выйти и в таком нестандартном формате просто показать, на что способен. Несмотря на агрессивные бои, по итогу соперники сохраняли спортивную этику и подружески поздравляли друг друга с победами. И даже многие проигравшие, получив дозу адреналина, заявляли, что точно поучаствуют и в следующий раз. Максим Яковлев, Сергей Тулатиев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. 7 июня в полдень по московскому времени состоится прямая линия с Владимиром Путиным, в ходе которой глава государства ответит на вопросы, интересующие граждан. Дело Игоря Пушкарева предлагают рассмотреть без свидетелей. Бывший глава Владивостока опубликовал пост у себя на страничке в социальной сети, в котором рассказал, что происходит в настоящий момент. Неопознанный объект в Приморском небе зафиксировали видеорегистраторы автолюбителей в минувшую пятницу. Очевидцы случившегося отмечают, что он сгорел, не долетев до земли где-то над Лазовским или Ольгинским районом. Семейный наркобизнес прикрыт в городе Артем. На данный момент возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит от 10 до 20 лет лишения свободы. У выпускников школ началась с дачи ЕГЭ. Для этой цели в краевом центре действует 18 специально оборудованных пунктов. Акция по очистке водоемов пройдет в Приморской столице 2 июня. В этот раз в центре внимания две территории. Береговая часть в районе станции Вторая речка и устье реки Объяснение. Вместе ее впадение в бухту Золотой Рог. А на сегодня это все. Есть что добавить, заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните и уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу, мы поможем. 8 канал Главное Владивосток. В залах Приморской картины галереи смелый поиск перерос в диалог с Богом. Именно так называется персональная выставка жителя находки члена Союза художников Геннадия Амельченко. Стоит отметить, что подборка работ «Диалог с Богом» – это очередное прочтение темы добра и зла образа покровителя воинов Георгия Победоносца. Философские размышления автора представлены как в графических листах, так и на холсте. Они отливаются в парадоксальную аллегорическую форму, где есть место и многовековому канону, и смелому авангардному поиску. Переосмысление известной, казалось бы, темы оцениваем все вместе прямо сейчас и без комментариев. Сразу после прогноз погоды. Меня зовут Максим Дудников. До встречи на восьмом. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...